Всем привет, друзья! Меня зовут Богатейший Ди. В сегодняшнем видео мы с вами затронем тему активных криптовалютных проектов на Гитхабе. Рассмотрим самые энергичные из них и узнаем больше о самом Гитхабе. В наши дни инвесторы масштабно и глубоко погружаются в аналитику, ища информацию о проекте. Этим занимаюсь и я. Имеется множество способов оценки и прогнозирования криптовалютных графиков, от рыночной капитализации и до объемов торгов. Что же такое Гитхаб Эктивити? Это непосредственно число, указывающее на частоту, с которой обновляется код, составляющий, собственно, основу любой криптовалюты на самом популярном ресурсе Гитхаб. Это число как раз таки показывает, какие проекты следят и ухаживают за своим кодом, а какие и вовсе не заботятся о продвижении самих себя. Что ж, давайте приступим к нашему топ-списку. Первый интересный проект называется Статус. Статус – это криптовалюта, которая одновременно является площадкой для обмена сообщениями и мобильным браузером. Данная экосистема работает на базе эфириума и позиционирует себя как более легкая ее версия. Многие эксперты и инвесторы считают, что Статус может стать очень популярным в будущем. Почему они так думают? Уже сегодня разработчикам удалось запустить следующее. Первое. Гносис. Возможность создания финансовых прогнозов и заработок на них. Второе. Оазис Икшенч. Быстрый обменник эфириума и токенов ERC-20. Третье. Арагон. Платформа для создания компаний для работы в любом уголке мира. Четвертое. ИС Лэнс. Сервис поиска работы с оплатой в эфирах. Пятое. Этер Иск. Система страхования с децентрализованной работой. И шестое. Создание и распространение творческого контента в интернете. Это то, что сделали разработчики статуса. Также из особенностей данной криптовалюты можно и нужно выделить следующие пункты. Мобильная операционная система, функционирующая на блокчейне третьего поколения. У этой платформы есть встроенный браузер и инструментарий для финансовых переводов с использованием смарт-контрактов. Аккаунт в системе находится под надежной защитой, обеспеченной специальным криптографическим ключом. Возможность передавать анонимные сообщения между участниками сети. Любой товар можно купить за внутреннюю валюту. Открытый API позволяет каждому участнику самостоятельно добавлять свой функционал в систему. Сейчас, когда я записываю это видео, на календаре 17 мая 2019 года и актуальный курс статуса 0,02 доллара. Переходим ко второму проекту. Он также не менее интересен. И называется он Storch. Storch – это цифровая валюта и платформа, предназначенная для облачного хранения данных. Особенность проекта состоит в том, что все пользователи имеют возможность зарабатывать криптомонеты на совместном использовании пространства диска. При этом также допускается возможность тратить токены на аренду этого пространства. Подобный подход к структуре платформы позволяет создать своего рода экономику внутри системы и обеспечивает тесную связь между пользователями. Что же из себя представляет экосистема Storch? Это первое. Надежность блокчейна делает хранение файлов безопасным от постороннего вмешательства или взлома. Второе. Распределенная система предполагает разделение исходного файла на множество частей, каждая из которых шифруется и распределяется по нодам. Собрать их вместе может только владелец приватного ключа. То есть вы. Третье. Отсутствие у платформы Storch отдельного дата-центра снижает себестоимость предоставления ресурсов и, соответственно, комиссионные за аренду. Четвертое. Арендатор платит за фактический объем занимаемого места и скачивание. Отсутствует контрактная система с лимитированным временем или размером. И пятое. За предоставление свободного места и пропускной способности компьютера пользователи получают пассивный доход. На сегодняшний день цена Storch составляет 25 центов. На третьем месте расположился Augur. Проект Augur входит в экосистему эфириума, причем находится там в числе лидеров. А благодаря популярности эфириума новые пользователи регулярно приходят и в дочерние проекты. Поэтому в Augur инвестируют даже крупные компании и другие представители бизнес-сферы, а также те, кто просто интересуется свежими криптовалютными наработками. Пока что курс Augur показывает стабильный рост и в ближайшее время он и не думает идти на спад. И на это есть несколько причин. Давайте их назовем. Первое. Любые движения криптовалютного рынка оказывают положительное влияние на курс Augur, замечают эксперты. Второе. Индустрия ставок востребования, чем когда-либо люди ищут новые способы утолить свой азарт. Третье. Различные способы использования монет помимо спекуляции. Например, проценты от комиссии платформы. Четвертое. Нет конкуренции. Из аналогов ближе всего Gnosis, но многих он отпугивает своей запутанной системой. Актуальный курс Augur на сегодня 20,5 долларов. На четвертом месте располагается децентрализованная сеть независимых параллельных блокчейнов, которая называется Cosmos. Каждая такая децентрализованная сеть основана на алгоритмах консенсуса BFT. Платформа фокусируется на совместимости с другими сетями блокчейнов. Сеть Cosmos способна взаимодействовать с другими криптовалютами и приложениями. Cosmos Blockchain Network – это инновационное решение, которое направлено на то, чтобы катализировать мощные и существенные изменения в экосистеме блокчейнов. Позволяя разнородным блокчейнам связываться друг с другом, Cosmos создает глобальную взаимосвязанную сеть блоков, свободную от централизованного посредника. Кроме того, криптовалюта активно развивается с 2014 года и продолжает это делать сегодня. На примере с последних достижений можно выделить следующее. Binance, крупнейшая в мире биржа криптовалют, анонсирует Binance Chain, которая построена на основе космоса. Запуск Cosmos Hub в первом квартале 2019 года. Кстати, о Cosmos Hub – это первый блокчейн, запущенный в космос, и его основная задача заключается во взаимосязе других блокчейнов, также известных как зон. Токены можно безопасно и быстро переносить из одной зоны в другую с помощью Cosmos Hub. Вот зачем он нужен. Актуальная цена Cosmos Atom – 4,5 доллара. На пятом месте располагается Origin – криптовалюта, целью которой является создать систему, позволяющую получать полную информацию о цепочке доставки любого продукта. Разработчики справедливо подметили, что в большинстве случаев человек не имеет представления о том, откуда тот или иной предмет взялся, где был создан, каким образом был доставлен к месту назначения. Origin Trail за счет использования блокчейна позволит в любой момент времени узнавать всю информацию о продукте. Наработки уже используются в пищевой промышленности. Например, торговая марка Naturella – это производитель овощей – использует Origin Trail для того, чтобы ее клиенты могли узнать, а где именно были выращены купленные ими овощи и как доставлялись к ним. Информация указывается вплоть до конкретной фермы, на которой эти овощи собирались. На шестом месте у нас проект Aragon. Это цифровая площадка на базе эфириума, которая дает возможность любому желающему управлять децентрализованными организациями посредством специальных инструментов. Токены платформы используются при работе с сетью Aragon Network. В число очевидных плюсов Aragon можно сразу занести следующее. Первое. Высокая степень безопасности. Взломать или изменить какие-либо данные в децентрализованных организациях не получится. Они находятся под надежной защитой. Второе. Открытый исходный код. Благодаря этому каждый может контролировать процесс разработки проекта. Третье. Низкие комиссионные отчисления. В сравнении с топовыми альткоинами сборы за операции на площадке Aragon минимальны. Четвертое. Анонимность. Принципы, на которых базируется ресурс, не позволяют идентифицировать личность клиента. И пятое. Это ограниченная миссия. В отличие от реальных денег, которые могут печататься бесконечно, Aragon имеет определенные лимиты. Это дает возможность избежать инфляции и привлекать новых инвесторов. Поэтому очевидно, что Aragon это довольно многообещающая площадка с отличным бэкграундом и опытной командой разработчиков. Создатели проекта видят не только краткосрочные перспективы развития, но и общее направление движения всей экосистемы. И велика вероятность того, что им удастся достичь задуманного. Если это произойдет, Aragon станет одним из тех ресурсов, которые способны кардинально изменить саму основу современного управления бизнеса. Актуальная его цена 75 центов. На седьмом месте располагается Gnosis. Это платформа для прогнозирования, построенная как децентрализованное приложение в сети Ethereum. Gnosis создает весь инфраструктурный уровень, который вы можете использовать для создания собственного приложения для прогнозирования. Gnosis содержит три различных уровня развития. Первый называется Core Layer. Это фонд, содержащий интеллектуальные контракты на события, маркеры результатов, расчеты и рыночные механизмы. Единственная плата в этом слое это максимальная комиссия в размере полпроцента для пользователей, которые покупают маркеры результатов у маркетмейкера. Тем не менее команда даже пытается устранить эту плату. Второе это уровень обслуживания. Предлагает услуги такие как чат-боты и стейблкоины. Он использует модель торгового вознаграждения и команда ожидает, что потребительские приложения будут в основном взаимодействовать с этим уровнем. И третий это слой приложений. Пользовательские интерфейсные приложения, созданные поверх слоев сервис и core. Gnosis будет создавать некоторые приложения, но большинство будет от сторонних разработчиков, которые взимают с вас плату за использование своих услуг. Что же делает Gnosis? Он создает инфраструктуру для приложений рынка прогнозов. Кроме того, проект включает в себя собственный разработанный голландский обмен, многоязычный кошелек и надежные инструменты для разработчиков. У команды есть миссия сделать Gnosis самым эффективным средством прогнозирования в мире, предоставляя пользователям лучший опыт в индивидуальном поиске информации. На данный момент цена его составляет почти 20 долларов. Итак, на предпоследнем месте базируется проект ELF. ELF – это децентрализованная саморазвивающаяся сеть облачных вычислений. Чтобы создать инфраструктуру блокчейн, подходящую для коммерческих целей, ELF обеспечивает высокоэффективную многоцелевую систему параллельной обработки с межсетевой связью и саморазвивающимся управлением. Как мы узнали из службы обмена, он предлагает три инновации. Это первое – масштабируемые узлы в кластерах компьютеров. Второе – изоляцию ресурсов для интеллектуальных контрактов. И третье – голосование через держателей токенов. ELF будет взаимодействовать с биткоином, эфириумом и другими блокчейнами. Межсетевое взаимодействие с основными целями будет реализовано посредством обмена сообщениями. И это также будет представлять собой многоуровневую структуру кросс-цепочек, которые основаны на межцепочечном взаимодействии для обмена цифровыми активами, пользователями и информацией. Токены ELF используются для оплаты сборов за ресурсы, используемых в сети, таких как создание интеллектуальных контрактов, эксплуатация и модернизация систем, а также токены позволяют сообществу голосовать по основным решениям, таким как выбор узлов добычи, внедрение новых функций в систему и других важных решений. В особенности также можно записать следующие пункты. Первое – высокую производительность. Второе – сегрегацию ресурсов. Каждый смарт-контракт работает на собственном блокчейне. И третье – управление и развитие. Владельцы токенов голосуют за принятие решений и представителей. Такая вот демократия. Цена на данный момент 20 центов. И, наконец, финальное место – TrustWallet. Это быстрый, удобный и полностью безопасный мобильный кошелек для хранения эфириума и токенов, созданных на его блокчейне. Но помимо функции надежного хранения, в нем реализован полнофункциональный браузер Dapp, который позволяет пользователям совершать все необходимые обмены или покупки цифровых активов на сторонних биржевых или обменных сервисах, а после переносить их на свои адреса, не выходя из приложения. Короче, вы можете покупать крипту прямо из кошелька. Я когда-то об этом мечтал. Совсем недавно биржа Binance купила кошелек TrustWallet, и теперь это их собственность. И тем самым это вызывает больше доверия. Из преимущества приложения можно выделить следующее. Первое – поддержка любого токена, основанного на блокчейне эфириум. Второе – легкость и простота пользования. Третье – пользователи сами контролируют свои закрытые ключи. Четвертое – кошелек оснащен децентрализованным обменником и предоставляет возможность взаимодействовать с другими приложениями. Пятое – кошелек доступен на iOS и на Android. Насколько безопасен этот кошелек? Кошелек Trust предлагает несколько мер безопасности, чтобы защитить активы пользователей от хакерской атаки или кражи. Эти меры включают закрытый ключ. Вам не нужно хранить свой закрытый ключ на сервере приложения. Далее идет анонимность. Вы можете скачать, установить и настроить кошелек Trust без предоставления персональных данных. Также команда проекта обещает, что никогда не будет хранить персональные данные своих пользователей. Далее – открытый исходный код. Вы можете ознакомиться с кодом кошелька Trust Online, в то время как приложение также подвергается аудиту со стороны экспертов по безопасности. Ну и, конечно же, функция резервного копирования. Выполнив резервное копирование вашего кошелька во время настройки, вы сможете восстановить ваш кошелек из любого зашифрованного файла. И это займет меньше минуты. На этом у меня все, ребята. Не забудьте поставить свой лайк. Всегда буду рад вашим подпискам. Спасибо за просмотр и не забывайте богатеть. Скоро увидимся.